Добрый день, уважаемые коллеги, в своем сообщении постараюсь осветить такую действительно очень большую проблему и очень справляющуюся с очень большими достижениями в этой области, как и проблему терапии, таргетной терапии больных с различным раком почки. Проблема на самом деле очень актуальная, поскольку в последние годы мы видим выраженный прирост заболеваемости и выраженные темпы прироста этого заболеваемости раком почки. Связано, конечно же, и с лучшей диагностикой, с увеличением сроков жизни населения в мире и так далее. Для рака почки такое выраженное развитие таргетной терапии, оно, конечно же, обусловлено изучением и пониманием биологии почечно-клеточного рака и роли молекулярно-генетических механизмов в прогрессировании и эминстазировании данной патологии. Мы знаем, что подавляющее большинство больных раком почки, более 90% это больные с этноклеточным раком, и у подавляющего большинства больных с этноклеточным раком имеется ассоциация с мутацией гена фон Хиппеля-Лендау, и в патогенезе важное значение, в принципе, наверное, основное значение, имеют сосудистый материальный фактор роста, сигнальный путь, который связан с этим фактором, и сигнальный путь, обусловленный фактором индуцированного гипоксии. Поэтому понимание биологии генетических механизмов, конечно же, привело к развитию таргетной терапии. И подобные достижения в понимании биологии опухоли привели к синтезу и клиническому изучению, клиническому внедрению очень большого количества таргетных и последний год даже иммуноакологического препарата. В настоящее время в нашем арсенале имеется по меньшей мере 10 препаратов таргетной направленности, практически большинство из них обладает антиагиогенным действием, и препарат неволума, о котором, скорее всего, завтра будет Алексей Викторович Новик более подробно рассказывать. И, как сказать, очень такой вот показательный именно рак почки в плане такой уникальной возможности увеличения сроков жизни пациента, общей выживаемости пациентов при использовании препаратов в молекулярной направленности, которые, в принципе, обладают удовлетворительной переносимостью и могут применяться в амболторных условиях, при этом обеспечивая многомесячное и даже многолетнее увеличение сроков жизни большинства пациентов. Разумеется, всегда при выборе любой лекарственной терапии, при выборе любой, просто любого вида терапии, необходимо и крайне желательно определить группы риска прогрессирования заболевания, так называемые параметические группы пациентов. Для рака почки разработаны несколько прогностических шкал. Напомню, что шкалы прогноза – это совокупность таких независимых факторов, которые обеспечивают то или другое влияние на выживаемость пациента. Наиболее ранняя шкала – это шкала, разработанная профессором Моцаром. В ней оценивается пять независимых факторов. Это общесоматический статус пациента по шкале ЭКОК, время от установки диагноза до начала лекарственной терапии, уровень гемоглобина, лактодогидрогеназы и скорректированного кальция. Эта шкала была разработана в 2006 году у больных, которые принимали участие в клинических исследованиях интерферона альфа. Мы помним, что первый препарат, который изучался и доказал свою эффективность, это именно интерферон альфа у больных раком почки. И в дальнейшем, когда мы уже стали изучать антиагенетные препараты, то уже была разработана шкала профессором Хенгом, в котором уже имеются еще два параметра – уровень нейтрофилов и уровень тромбоцитов. И эти шкалы на самом деле имеют принципиальное клиническое значение, поскольку мы видим, как драматически различаются продолжительности жизни пациентов, относящихся к группе благоприятного прогноза, то есть не имеющих этих негативных факторов прогнозических, и имеющих от трех до шести неблагоприятных факторов. Практически шестикратное, семикратное различие в выживаемости данных пациентов. Поэтому любого конкретного пациента, больного раком почки, мы изначально должны оценить и отнести к той или другой группе прогноза, и, исходя из этого, выбрать адекватный лекарственный подход. Какие существуют в настоящее время варианты первой линии терапии рака почки? До недавнего времени «Арсенал» был такой, до последнего обновления рекомендаций НССН. Включал он в себя препараты суметениб, позапониб, темзеролимус, как раз-таки у больных с плохим прогнозом, имеющих три и более неблагоприятных факторов, и знакомые нам более ранние комбинации биотезумаба и интерферона альфа. Основные препараты суметениб и позапониб – это мульти-таргетные, высокоспецифичные, высокоафинные к рецепторам существенного фактора роста агенты. И обратите внимание, что сарафениб или анексавар, который в Российской Федерации часто используется в первой линии, он не является стандартом в международных рекомендациях, поскольку он принципиального преимущества по сравнению с интерфероном, к сожалению, не продемонстрировал. Здесь представлены регистрационные исследования для всех этих препаратов. Мы видим, что все исследования и все препараты характеризуются высокой частотой объективных ответов, достигающих 30-47% для суметениба в частности, что экстраполируется в увеличение выживаемости без прогрессирования практически двукратным по сравнению с плацебо или с интерфероном, и приводит к увеличению медианы общей выживаемости, достигающей двух лет. Если мы будем обратить внимание, медианы сопоставимы в исследовании препаратов и при контрольной группе, то это, как правило, из-за того, что все исследования подразумевали кроссовер. То есть пациенты, прогрессировавшие на приеме плацебо или интерферона, они в дальнейшем все равно получали исследованный таргетный препарат, поэтому сроки их жизни выравнивались. Очень важно помнить, что для таргетных препаратов принципиальное значение имеет концентрация препаратов в плазме, поэтому она напрямую объясняет достижение объективного ответа, а объективный ответ напрямую влияет на сроки жизни пациента. Поэтому для таргетной терапии больных раком почки, как, в принципе, для любой другой таргетной терапии, принципиально важно поддержание терапевтической концентрации препарата, экспозиции препаратов в плазме, что в дальнейшем экстраполируется уже в увеличении сроков жизни пациента. Препараты первой линии, сунетиниб и базапониб, в принципе, единственные в первой линии прямое сравнение антиангигенных препаратов между собой. Мы видим, что они абсолютно идентичны, как в части объективных ответов, около 30%, так и в выживаемости без прогрессирования и в общей выживаемости. Несколько отличается спектр токсичности. Для сунетиниба это в большей степени остыния и ладонно-подошвенный синдром, для базапониба это токсичность стороны печени. И, в принципе, стандарты НССН, к которым мы обращаемся, потому что они наиболее динамичные, наиболее взвешенные из тех, что мы имеем в нашей практике, уже версии 2018 года, предпочтительными остаются в первой линии базапониб и сунетиниб, также остаются биоцузумаб и темзералимус для больных плохого прогноза. Здесь новичками являются, ксетиниб, он был и в прошлом году, но кабазонтиниб, препарат, о котором мы будем говорить чуть позже, как препарат изначально второй и последующих линий, он в этом редакции уже сместился в группу препаратов первой линии. То, что я уже говорила чуть выше, это необходимость поддержания терапевтической концентрации препарата в крови. И, разумеется, для этого существует много различных способов. Мы знаем, это уменьшение дозировки препарата при выраженной токсичности или приостановка в приеме препарата, или перерывы в приеме. Но, разумеется, это неблагоприятное для реализации эффекта. Поэтому для препаратов, в частности для сунетиниба, разработаны модификации режима приема препарата, которые обеспечивают поддержание лечебно-терапевтической концентрации препарата без таких провалов, без выраженного снижения плазменной концентрации. В частности, мы знаем, что если стандартный режим приема для сунетиниба это 4 недели приема и 2 недели перерыва, то, возможно, модификация 2 недели приема и 1 неделя отдыха. И в этом случае концентрация препарата в крови сохраняется на лечебном уровне. И при ретроспективном исследовании, изучении тех пациентов, которые принимали такие модифицированные режимы, оказалось, что они не теряют по меньшей мере в эффективности. Поэтому, разумеется, нужны уже проспективные исследования такого особенных модифицированных режимов. Но, по крайней мере, как опция, эти модификации режима, они зарегистрированы и в рекомендациях русском, мы видим, они присутствуют, и в рекомендациях международных, европейского общества, урологов, химиотерапевтов. Поэтому, если мы видим токсичность терапии на фоне приема сунетиниба, крайне желательно не редуцировать дозу, а именно сначала попытаться видоизменить, модифицировать режим приема препарата. Как бы ни было эффективной терапии первой линии, к сожалению, мы всегда знаем, что эффект конечен. То есть, средняя медианная выживаемость без прогрессирования не превышает одного года. То есть, в любом случае, пациенты через 9, 8, 12, 16 месяцев, к сожалению, прогрессируют. Как правило, это связано с тем, что происходит или активация альтернативных сигнальных путей, или уже становится недостаточным подавление сигнального пути, который контролируется с институтериальным фактором роста, или активируется, стимулируется уже внутриклеточная экидназа. И в любом случае, к сожалению, опухоль ускользает от действия препаратов первой линии. И также мы знаем, что даже при использовании препаратов первой линии, самых эффективных, каждый третий больной, к сожалению, в любом случае не ответит на терапию. Поэтому необходимость поиска препаратов для последующей терапии, разумеется, она была и возникла. И, наверное, логично, что в начале 2000-х годов это препараты первой линии в основном. И когда пациенты уже прогрессировали, и, так сказать, ожидаемое прогрессирование, разумеется, уже упреждая это, производился синтез препаратов для последующей терапии. Ну и здесь 16-й год, 17-й год – это такие знаменательные годы в плане регистрации целых трех новых препаратов и комбинаций для лечения больных раком почки во второй и последующих линиях. Здесь представлен список препаратов, которые зарегистрированы буквально на сегодняшний момент в качестве второй и последующих линий. И мы видим, что здесь есть и таргетные препараты, причем действительно с каждым поколением препаратов они становятся более высоко специфичными, высоко селективными и более мульти-таргетными. То есть они уже стремятся, препараты синтезируются с целью подавить максимальное количество мишеней. И препарат неволумаб – это единственный пока иммуно-онкологический препарат, который зарегистрирован в качестве второй линии, который, в принципе, обладает сопоставимой эффективностью с таргетной терапией. Молекулярные пути, которые сейчас пытаются, на которые пытаются воздействовать, новые препараты, их множество, это и создают антелиальный фактор роста, потому что препараты, влияющие на этот путь, используются и во второй и последующих линиях. Нет абсолютной переклёстной резистентности. Если мы видим, что пациент прогрессировал на антиагенотерапии, то мы можем использовать и во второй и последующих линиях препараты из этого же класса. Ну, разумеется, уже не тот же самый, а другой препарат. Воздействующий на факторы роста фибробластов – это тоже сигнальный путь, который, как правило, является альтернативным, позволяющим упухоли ускользнуть от блокады антиагенного пути. Симет, РЭД и так далее. Ну и иммунные точки контроля – это мишени для неволумаба. Здесь в качестве примера представлены таргетные препараты. Препараты рулений – окситиниб, кабазантиниб, линвотиниб. Мы видим, какой большой перечень мишеней, которые блокируют именно данные препараты. Это уже рецепторы по меньшей мере трёх факторов роста эндотелия, четырёх факторов роста фибробластов для линвотиниба, например, факторов роста тромбоцитов. То есть, в принципе, поле поражения для этих препаратов оно всё более и более расширяется. Но до сих пор ненешёнными вопросами остаются те, о которых я, в принципе, уже начала говорить. Не определена оптимальность перехода с одного линии на другую. Какие группы препаратов мы можем использовать? Те же самые, обладающие в основном антиангеренную направленностью? Или принципиально мы должны менять класс препарата с воздействием на другие сигнальные пути? Поскольку по данным метаанализа, если вы посмотрите, в общей выживаемости нет принципиальных различий у пациентов, которые принципиально перешли с одного класса на другой, антиангерные препараты, например, и потом ингибиторы МТОР, известный нам Иверолимус, который, в принципе, уже, к сожалению, ну или, к счастью, сходит с такой реальной арены, или остающиеся в пределах одного класса препаратов антиангеренных, примерно выживаемость пациентов этих одинакова. Когда использовать иммунологические препараты, комбинируют ли препараты таргетные иммунологические между собой? Это те вопросы, которые, разумеется, будут решаться по мере поступления клинической информации по мере изучения. Ну, Аксисениб – препарат второй линии, зарегистрированный. Мы видели, что он, в принципе, может использоваться и в первой линии, но не является предпочтительным. Если сравнивать с другими антиангеренными препаратами, то видно, что он обладает большей активностью в плане подавления рецепторов сосудственно-териального фактора роста и также влияет на сигнальные пути, обусловленные фактором роста тромбоцитов, и ЦКИТ, и РАВ. Он напрямую сравнивался с препаратом сарафениб. Это тоже единственные препараты второй линии, которые сравнивались между собой. И преимущество Аксисениба и по частоте объясненных ответов, практически двукратное, и по частоте по срокам выживаемости без прогрессирования по сравнению с сарафенибом. Это позволяет рекомендовать Аксисениб как такой препарат выбора для второй линии терапии после исчерпания эффекта, например, позапониба и сунитиниба. Практически во всех подгруппах больных преимущество именно в пользу Аксисениба было отмечено. Интересный факт, в принципе, он отмечается для большинства таргетных препаратов антиагиенной направленности. Это зависимость такого осложнения, частого мы знаем, как артериальная гипертензия, в качестве такого независимого предиктора выживаемости. Здесь исследования Аксисениба. Те же самые тенденции прослеживаются в отношении сунитиниба, позапониба. Если мы видим, что пациент реагирует через 2-3 месяца от начала терапии повышением артериального давления, как правило, у этих пациентов больше шансов достичь объективный ответ, и мы видим выживаемость этих пациентов практически на треть выше тех пациентов, у которых давная токсичность не развивалась. Препарат Кабазантиниб, также зарегистрированный препарат и рекомендуемый препарат в качестве второй линии. Это уже тоже мультитаргетный агент. Мы видим, что он подавляет и сосудистый нателиальный фактор роста, и медрецепторы, и двойная блокада этих сигнальных путей обеспечивает подавление и ангиогенеза, и инвазии, и метастазирования опухоли. Кабазантиниб напрямую сравнивался с эверолимусом. Исследование рандомизированное, и кроссовер здесь не разрешен был, поэтому данные, конечно же, наиболее репрезентативные. И мы видим, что практически пятикратное повышение очистительных ответов для Кабазантиниба, который экстраполируется в увеличение выживаемости без прогрессирования, двукратное практически превышение. И самое главное – это увеличение общей выживаемости медиана практически на 5 месяцев выше, чем в группе сравнения веролимуса. Поэтому, конечно же, Кабазантиниб, Акситиниб – это препараты выбора второй линии и последующих линий. Но, к сожалению, Кабазантиниб характеризуется довольно высокой токсичностью. В основном это диарея, слабость, тошнота, и мы видим токсичность практически у каждого первого пациента. Тричавность пациентов имеет осложнение 34 степени, практически большая часть пациентов, более половины, нуждается в редуцировании дозы. Поэтому этот агент, он высокоэффективен, но и, к сожалению, высоко токсичен. Поэтому, конечно же, опыт врача, необходимость коррекции дозы, она, как правило, здесь необходима. И вот интересный препарат, который, безусловно, такой революционный, наверное, линвотиниб в комбинации с известным нам эверолимусом. Линвотиниб – это препарат, который изначально таргетный препарат, который использовался для лечения рака щитовидной железы. И мы видим, какой спектр его таргетной активности. Он подавляет практически три рецептора сосудистой наталиального фактора роста и четыре рецептора фактора роста фибробластов. И таким образом сразу же позволяет предотвратить развитие резистентности, поскольку именно за счет сигнального пути, который контролируется с фактором роста фибробластов, именно за счет него, как правило, опухоль ускользает от действия антиадигигенных препаратов. Поэтому возможность блокады этих рецепторов, да, и очень высокая тропность, очень высокая афинность к этим рецепторам. Практически в десятикратном активность превышает активность сарафиниба, например. Если мы используем совместно ленвотиниб и эверолимус, то мы оказываем, таким образом достигаем очень разнообразные действия. Мы одновременно блокируем сигнальные пути, контролируемые VGF и фактором роста фибробластов. Мы сразу же блокируем сигнальный путь МТОР, причем двойным способом и путем эверолимуса, и ленвотинибом через каскад, нисходящий каскад мишеней, и оказываем противоопухолевое действие. И на самом деле здесь исследование, единственная комбинация, которая, наверное, была зарегистрирована на основании исследований второй фазы, даже не третьей, с участием небольшого количества пациентов, чуть более 150 пациентов. Сравнение ленвотиниба в комбинации с эверолимусом, ленвотиниба в монотерапии и эверолимуса в монотерапии у больных, которые прогрессировали после антиатгенетных препаратов. И совершенно такие уникальные результаты, которые, на самом деле, не могут не впечатлять у предлеченных пациентов. Объективные ответы в комбинации достигают 43%, и это сопровождается увеличением и медиана общей выживаемости, и пока еще медиана общей медиана выживаемости без прогрессирования практически в три раза выше, чем при использовании эверолимуса. И интересно, что, если вы обратите внимание, медиана длительности терапии всего 7,5 месяцев. Как правило, из-за токсичности пациенты прерывали лечение, но при этом выживаемость без прогрессирования медиана достигает 15 месяцев, то есть практически в два раза больше. Пациент уже по ряду причин не может принимать препарат, как правило, из-за токсичности, но при этом эффект терапии сохраняется. И ожидаемое, в принципе, повышение эффективности у больных, имеющих хороший прогноз, в частности, в группе хорошего прогноза до 20 месяцев медиана выживаемости без прогрессирования была увеличена. То есть это вторая последующая линия терапии. Токсичность, к сожалению, довольно высока комбинации, хотя она предсказуемая для таргетной терапии. Это диарея, остыния, уподавляющая большинство пациентов. Поэтому, в принципе, многие авторы считают, что эта комбинация, она, да, высокоэффективна, но она, наверное, не может исполняться всем пациентам в рутинной практике. Это, наверное, для таргетной терапии такой скорой помощи, потому что мы знаем, что часто гранюлят пациентов, имеющие рак почки, имеет такое рефрактерное течение, высокоагрессивное течение. И, наверное, как раз-таки эти пациенты могут быть кандидатами для такого быстрого и высокоэффективного, хотя и высокотактичного лечения. Ну, здесь уже вообще вторая и последующая линия терапии. Мы имеем таргетные препараты и неволумаб, примерная спостоимая частота объединенных ответов, медианная выживаемость без прогрессирования и общей выживаемости, достигающей двух месяцев. Ну, комбинация, разумеется, она, мы видим, стоит изначально на отличку, да, она практически в два раза выше все параметры. Вот, но это те возможности, которые мы имеем во второй линии в качестве предпочтительных поликомбинатных ССН, это кабазонтиниб, неволумаб и комбинация лимфотиниб и эверолимус. И то, что важно, что мы, в принципе, возможности наши расширены не только до второй линии терапии, но и до третьей, четвертой и так далее. То есть все эти препараты мы можем использовать при исчерпании эффекта предыдущей линии в последующих, поскольку перекрестной резистентности даже среди одного класса препаратов, как мы уже увидели, нет. И буквально в завершении о том, как важно, чтобы пациенты получали у нас и вторую и последующие линии терапии, поскольку даже в ведущих центрах мира, недавно института Густава Руси, другой центр международный, представленный медием, вторая линия получает половина пациентов, а третья линия получает каждый пятый пациент. Не потому, что, наверное, что пациенты не могут в силу своих объективных причин, объективного состояния, их состояния здоровья, скорее всего, из-за отсутствия финансирования, отсутствия обеспечения, каких-то других моментов. То есть, конечно же, к сожалению, такое длительное лечение больных раком почки – это проблема не только в Российской Федерации, но и во всех странах. А в то же время мы видим, что если мы используем третью и последующие линии, то сроки жизни пациентов уже превышают три года. Поэтому, конечно же, наша задача – это такое безопасное и максимально длительное лечение данных пациентов во всех трех линиях с эффективным управлением процессом лечения с целью максимальной индивидуализации подбора лечения для каждого пациента. Ну и в заключении, еще раз подводя итог, мы видим большое количество таргетных препаратов. Все равно основные мишени пока остаются сосудистый эндотериальный фактор роста и его сигнальный путь МТОР, комбинация таргетных препаратов с ингибиторами МТОР. Дальнейшее исследование – это, разумеется, синтез новых препаратов, все более и более, наверное, мультитаргетных, комбинация препаратов между собой, комбинация их с иммуно-онкологическими препаратами, поиск маркеров, биомаркеров, которые могли бы быть предикторами для отбора тех групп пациентов, которые будут иметь наибольший выигрыш от лечения. И цель – это, конечно, максимальный длительный эффект при минимальной токсичной терапии. Благодарю за внимание. Спасибо.